Здравствуйте! В эфире обзор мировых рынков. Я финансовый эксперт компании Альпария из Апселомов. Расскажу вам о значимых экономических событиях прошлой недели, а также чего ждать на этой. Сначала давайте разберемся с вами события прошлой недели, а также рассмотр фундаментальных факторов, повлиявших на основные активы. На прошлой неделе инвесторы напряженно следили за тем, что происходит правительство Соединенных Штатов Америки. И все ждали, одобрить ли законопроектом госдолг Соединенных Штатов Америки в расширенном формате, чтобы не допустить дефолта. И демократы, и республиканцы спорили очень долго и пришли к кратковременному решению продлить краткосрочное финансирование государства до 3 декабря. Но до сих пор не решили вопрос насчет увеличения или же сохранения госдолга Соединенных Штатов Америки. Если этот момент не урегулирован до 18 октября, Соединенные Штаты Америки могут объявить о процедуре начала дефолта. И такой момент, конечно же, крайне неприятен, так как инвесторы могут постепенно уходить из фондового рынка Соединенных Штатов Америки. И также может привести к невыполнению обязательства Соединенных Штатов Америки в виде государства по выполнению своих обязательств. И на этом фоне все мировые аналитические агентства считают это самым негативным сценарием, что может в действительности привести Соединенных Штатов Америки и дальнейшей экономикой в депрессию. Сентябрь месяц оказался самым худшим месяцем для фондового рынка США с марта 2020 года. Фондовый индекс S&P 500 упал до 4310. Общее падение составило процент в соотношении 4,88%. NASDAQ упало на 5,73%. Doge ушел в понижение на 4,38%. Основным причинам, которые повлияли негативно для фондового рынка Соединенных Штатов Америки, это является закрытие финансового года и неопределенность в текущем моменте, так как Соединенные Штаты Америки никак не могут решить с госдолгом, расширять или его понижать. И также вопрос возникает насчет Китая, компания Evergraden, которая никак не может выплатить по своим обязательствам и взяла отсрочку на 30 дней. И также сохраняющиеся проблемы с энергетическим рынком, где нефть марки Brent показывает максимальное свое значение и достигла отметки 80 долларов за 1 баррель нефти. И также котировки газа достигли рекордных отметок. При текущих обстоятельствах в экономическом календаре в Соединенных Штатах Америки публикуются данные базовой заказа на товары длительного пользования. Передущее значение было 0,8%. Прогнозы были о снижении до отметки 0,5%, но фактическое значение вышло хуже – 0,2%. Индекс доверия потребителей в США. Передущий показатель был на уровне 115,2 пункта. И ожидалось значение сокращения до отметки 114,5 пунктов. Фактическое значение вышло еще ниже – 109,3 пункта. Но, несмотря на это, американский доллар показывал себя очень хорошо и укреплялся по отношению к евро и великобританскому фунту стейлингу. На фоне того, что 10-летние облигации казначейства США показали очень хороший прирост и достигли по своей доходности 1,465. Общий прирост составил 0,75%. Индекс американского доллара на фоне неопределенности правительства США и также как валюта защитного характера демонстрирует очень хороший показатель роста. И индекс доллара достигал отметки 94,071. Общий прирост составил 0,85%. Но укрепление великобританского фунта стейлинга даже не помогло значение по показателям ВВП. Предыдущий квартальный показатель был минус 1,6%. Прогнозировал значение 4,8%. Фактическое значение вышло лучше 5,5%. И годовой показатель при оценке второго квартала предыдущее значение было 22,2%. Но фактическое значение вышло 23,6%. Что показало в этой ситуации очень хорошую динамику восстановления на территории ВВП. Но это тоже не помогло великанскому фунту стейлингу. И на прошлой неделе вегетанский фунт стейлинга у нас закрылся на отметке 1,35433. Общее удешевление вегетанского фунта стейлинга по отношению американского доллара составило 0,90% и произошло наше ожидание. По валютной паре евро-доллар цена достигла отметки 1,15928. Общее ослабление составило процент соотношения 1,09% и тоже достигло наших целевых отметок, которые мы говорили на прошлой рубрике. Была котировка 1,1600. А теперь мы с вами переходим на товарно-сырьевые инструменты. Черное золото на прошлой неделе показывает сохранение восходящего тренда и достигло целевых уровней, о котором мы говорили, 80 долларов за 1 барр нефти. И достигло даже максимального значения 80 долларов 70 центов. Но на закрытии рынка она отметилась на отметке 79 долларов 14 центов. Общее укрепление составило 1,45%. Здесь даже не помогло запасы сырой нефти по данным США. Предыдущее значение было минус 3,481 миллиона баррелей. А фактическое значение вышло профиците 4,578 миллионов баррелей. Но даже данный показатель профицита благоприятно не повлиял в этой ситуации на удешевление нефтемарки Brent. Так как профицит в основном показывает то, что на рынке увеличивается объем приложения, что и повлияет в этой ситуации уже на удешевление котировок. Но этот момент как раз же не произошел. Ну а теперь о желтом металле. Золото сохраняет свой нисходящий тренд и попыталась пробить отметкой 1721 доллар за 1 тройскую унцию золота. Но не смогла. И сформировала отбой цены на повышение и достигла отметки 1760 долларов и 92 цента. Общее укрепление золота составило 0,60%. Основная причина такого отбоя цены на повышение и формирование укрепления золота по отношению американского доллара, это является неопределенность на финансовых рынках за счет неопределенности госдолга Соединенных Штатов Америки. Ну вот вы с вами разобрались с итогом прошлой недели и рассмотрели фундаментальные факторы, повлиявшие на основные активы. А теперь мы с вами переходим на предстоящую неделю. На данной неделе очень много экономических событий, которые могут повлиять на котировки ключевых инструментов, которые мы с вами рассматриваем. Давайте сперва ознакомимся экономическим календарем, а потом разберемся, что ждать от ключевых инструментов. Итак, на этой неделе, как мы с вами видим, выходит очень много интересных событий, связанных с индексом деловой активности в Великобритании, Европе и Соединенных Штатах Америки. Данные показатели как раз покажут дальнейший тренд направления показателя ВВП. Будет ли она восстанавливаться в таком же активном плане или же произойдет все-таки определенное замедление, что может негативно отобразиться на валюты. Здесь в первую очередь мы увидим композитный индекс PMI со стороны Великобритании. Передущее значение 54,1 пунктов и прогнозируется сохранение значения. Еще дополнительно у нас публикуется индекс деловой активности всех трех услуг. Передущее значение 54,6 пункта и прогнозируется сохранение данного показателя. Напоминаю, если данный показатель выходит ниже 50 пунктов, то это говорит о спаде и замедлении темпа восстановления, что негативно отобразится на валюте. Если происходят некие сокращения данных, но сохраняются ближе к предыдущим значениям, то этот момент тоже может благоприятно повлиять на валюту. И дополнительно во вторник 19.00 по Соединенным Штатам Америки будет опубликован индекс менеджера по снабжению для непроизводственной сферы США от ICM. Предыдущее значение 61,7 пунктов, прогнозируется значение 60 пунктов. Если данный показатель выйдет гораздо ниже, чем прогнозируется, то этот момент негативно может повлиять как раз на американский доллар. В среду, 6 октября, у нас публикуется по Великобритании индекс делу активности строительного сектора. Предыдущее значение 55,2 пункта и сохраняется ожидание значения 55 пунктов ровно. Если даже данный показатель выйдет отклонением на понижение, то это не сильно повлияет на перспективу Великобритании фунта стейлинга. Ну и также будет опубликовано по Соединенным Штатам Америки изменение числа занятых вне сельскохозяйственного сектора АДП. И предыдущее значение было 374 кило и ожидается значение 430. Это является важным индикатором для уровня безработицы Соединенных Штатов Америки. Если данный показатель выйдет значительно выше, то американский доллар в этой ситуации может показать укрепление на финансовых рынках. Ну и также дополнительно у нас публикуется с 7 числа число первичных заявок на получение пособия по безработице США. Предыдущие значения вышли гораздо выше, чем прогнозировалось. Основная причина здесь была связана с штатом Калифорния, в котором пособия начали выплачивать с местного бюджета. В связи с этим как раз же и данные вышли гораздо хуже, чем прогнозировалось. Но несмотря на это, на этой неделе ожидается более значительное сокращение как раз же число первичных заявок, что благоприятно опять же может повлиять на американский доллар в будущем. Ну и в пятницу станет самым важным днем при публикации макроэкономических данных. Здесь у нас публикуется изменение числа занятого не сельскохозяйственного сектора, то есть NoFarm Payrolls, предыдущее значение 235 кг и прогнозируется на значение 460 кг. При уровне безработицы предыдущего значения 5,2% и прогнозируется на значение 5,1%. Здесь хотелось бы более подробно сказать. Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки как раз же очень сильно делает упор на данные показатели. Если NoFarm Payrolls будет выходить значительно лучше, чем прогнозируется, возможно с значением даже свыше 600 кг, то это благоприятный фактор для рассмотрения уже старта в ноябре сокращения количества смягчений, что благоприятно повлияет опять же на укрепление американского доллара и ожидание ужесточения денежно-кредитной политики США. И этот момент является уже негативным для золота. При текущих ценах желание у инвесторов приобретать золото не появляется, так как боятся скорого ужесточения денежно-кредитной политики на территории США, что негативно может повлиять уже в дальнейшей перспективе и укрепить сильно американский доллар. При вышесказанных событиях по валютной паре евро-доллар в текущей моменте сохраняется неопределенность. Цена на рынке сформировала накопление, на фоне которого происходит подготовка возможного даже отскока в виде коррекции при сохраняющейся среднесрочной нисходящем тренде. Если евро по отношению к американскому доллару сможет именно сформировать скачок цены выше отметки 1.16087, то евро имеет возможность скорректироваться на восстановление до отметки 1.16695. При сильном сохраняющейся нисходящем тренде и возможном укреплении на продолжении индекса американского доллара и роста доходности 10-летних казначейских облигаций США нисходящий тренд может усилиться, и при этом факторе евро может ослаботься против американского доллара. И в этом фоне мы ожидаем пробой отметки 1.15649 и достижение цены до отметки 1.14732. Милитанский фунт стайлинг, так же как и евро-доллар, сохраняет свой нисходящий среднесрочный тренд. Но цена смогла сформировать отбой на повышение от исторического уровня по цене 1.34100. И несмотря на это, коррекционная зона находится до уровня сопротивления 1.36605, от которого цена может оттолкнуться и уйти повторно на понижение. Основной целевой момент вилитанского фунта стайлинга против доллара является 1.34417. Переходя на товарно-соревые инструменты, в первую очередь хотелось бы сказать о золоте. Золото до сих пор сохраняет свой нисходящий тренд. Несмотря на это, цена сформировала коррекцию на повышение, но уровень сопротивления золота находится на отметке 1.780 долларов за одну тройскую унцию, от которого цена может завершить именно коррекционный свой период и сформировать опять же падение против американского доллара. Целевая отметка, которую мы ждем в текущей моменте, это является 1.733.14, как промежуточная цель. В дальнейшем, конечно же, мы сохраняем свою отметку 1.709 долларов за одну тройскую унцию золота, то, что цена может достигнуть на фоне, опять же, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики. И важным значением здесь является как раз уровень безработицы на территории США. Если Non-Farm Perils будет выходить в очень хорошем значении, чем ожидается, то это может как раз подтолкнуть ослаблению золота против американского доллара. И напоследок о нефтемарке Brent. Нас на этой неделе ожидают два ключевых события. А это у нас является заседание ОПЕК, которое будет 15.00 в понедельник в Соединенных Штатах Америки. Ну и также в среду у нас опубликуется запасы роя нефти в США. Предыдущее значение у нас было в профиците. Если данный профицит сохранится, то этот момент является, опять же, благоприятным для ослабления нефти против американского доллара. Ну и также важное значение здесь все-таки надо подать на ОПЕК, так как ОПЕК может увеличить объем добычи нефти на мировом рынке, так как нефтедефицит продолжается. И здесь она должна урегулировать данную ситуацию с рекордной стоимостью и текущим уровнем предложения. Технически нефть марки Brent до сих пор сохраняет свой восходящий тренд, но достигла ключевого уровня 80 долларов за один барр нефти и постепенно формирует отбой цены на понижение. В трейдерском сленге текущее графическое образование на нефти марки Brent трейдеры называют три горы, которые формируют постепенную подготовку к отказу цены на понижение. При таком фоне мы ожидаем падение нефти марки Brent до отметки 74 доллара и 5 центов против американского доллара. Здесь как раз же сопутствует должна даже действие со стороны ОПЕК+. Спасибо за внимание. На сегодня это все. Желаю вам всем финансовых успехов. Инвестируйте, чтобы создавать дополнительные источники дохода. Не знаете как? Следите за нашим обзором мировых рынков на телеканале УЗРАПОРТВ, а также на сайте www.alpari.com. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин